Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор об очередном туре российского чемпионата и сосредоточимся на матче московского Спартака, который разгромился счетом 5-1 Тамбов и вышел на первое место в чемпионате России. Ну, так скажем, в режиме лайв. Ну и на фоне всего этого, конечно, возникает логичная мысль, что вот, мол, Тамбов, который сейчас на грани финансового коллапса или на грани переезда в другой город, там черт ногу сломит, что творится с этой командой, что вот Тамбов просто не смог оказать должного сопротивления Спартаку, и это была легкая прогулка для красно-белых или, как сейчас модно говорить, изикаточка. Но, по факту, здесь все было на самом деле очень на тоненького, и в какой-то момент матча Тамбов запросто мог сделать счет 2-2. Поэтому давайте обсудим, как прошла эта встреча, как действовал Спартак, как отвечал Тамбов, и какие выводы мы можем сделать из этой игры. Многие из вас наверняка делают ставки на спорт, и мне хотелось бы посоветовать вам тот портал, где ставлю лично я. Это сайт OneWin. Там очень удобный интерфейс, там эксклюзивные линии и очень простая регистрация буквально в один клик. Поэтому выводить деньги там можно без комиссии и в любой валюте. Вот, например, недавно я сделал ставку на Динамо в матче против тульского Арсенала, потому что на победу Белоголубых дают хорошие коэффициенты 1,7. И хотелось бы отметить, что вы можете воспользоваться моим эксклюзивным промокодом Костья200. По нему вы можете получить 500% к первым четырем депозитам. Ну и плюс к этому хотелось бы отметить, что сейчас на сайте OneWin идет акция кэшбэк 30%. Если пройдете по ссылке в закрепленном комментарии и введете этот промокод. Ну и начинаем мы по традиции со стартовых составов, и сперва разберемся с московским Спартаком. Что здесь хотелось бы отметить? Красно-белые недосчитались четырех футболистов с российским паспортом, на которых, скорее всего, собирались сделать серьезную ставку в этом сезоне. Ну, Соболев, Зобнин, тут все понятно. Плюс к этому Кокоин, формально главное подписание этого сезона. Ну и к тому же Глушенков, на которого, судя по всему, как я уже сказал, собирались сделать серьезную ставку. Поэтому здесь потери у Спартака очень неприятные, и, что характерно, все они касаются атакующей группы. Поэтому здесь, так или иначе, Спартаку пришлось импровизировать и, в частности, возвращаться к тем сочетаниям, которые в последнее время не используются. Вот, например, связка в центре поля. Умяров, Бакаев, Крал. Давненько мы не видели именно этого варианта полузащиты, потому что с появлением Мозеса Зобнин перешел в середину поля. Ну а Бакаев из-за плохой формы вообще как-то растерял свое место и свой статус в Спартаке. Но вот, их снова используют здесь. И, в принципе, хотелось бы отметить, что середина у красно-белых, за исключением некоторых недочетов, сыграла неплохо. В атакующей группе мы увидели Понса и Ларсона, которые были уже безальтернативными футболистами, потому что Соболева и Кокоина нету. На флангах слева Айртон, справа Мозес. Ну а что касается центральной зоны обороны здесь, Джики, Жиго, Маслов, тут все более-менее привычно. Ну и вообще, получается, пятерка обороны вполне себе основная. Что касается Тамбовской команды здесь, главный тренер Первушин также понес серьезные потери. Это и Грисоенко, и Тетрашвили. В результате пришлось использовать сочетание, ну, скажем так, не самое основное. И хотелось бы отметить, что в этой встрече, как мне кажется, недостаток сработанности некоторых связок Тамбова, он был заметен. Но при этом хотелось бы отметить, что Тамбов не стеснялся, Тамбов не боялся соперника и даже хотел в какой-то момент играть на равных, баш на баш, удар на удар. И хотелось бы вообще обратить внимание на то, что у Тамбова в этом матче появилось сразу два чистых нападающих, Карапетян и Анукха. При том, что зачастую команда действует с одним классическим форвардом и, скажем так, группой поддержки в лице достаточно оборонительных зачастую футболистов. Там бывало, что формально вторым нападающим выходит номинальный крайний защитник. И в результате получается, что команда максимально насыщала свой состав оборонительными футболистами, рассчитывая на контратаки. Здесь же мы видели и Анукху, и Карапетяна, и того же самого Тиля в полузащите. Поэтому состав был весьма и весьма любопытный. Было интересно посмотреть на то, как этот Тамбов будет противостоять Спартаку. И поначалу действительно казалось, что будет просто игра в одну калитку. Потому что, сами посудите, стартовый отрезок до первого забитого мяча, 66 на 33% владения, двукратное преимущество Спартака. Ну и, собственно говоря, удары 6-2 в пользу красно-белых. Поэтому в этот момент действительно Тамбов не впечатлял. Команда Первушина тяжело вошла в эту игру. Если смотреть на стартовый отрезок, как мне кажется, там у Тамбова толком ничего не выходило в атаке, кроме отдельно взятых ситуаций, когда ошибались защитники Спартака. Вот, например, Жиго там не лучшим образом обработал мяч, и, в принципе, Анукха мог забивать. За счет своего атлетизма он там растолкал всех, и только Максименко спас свои ворота. А так-то все было на тоненького. Ну и в целом хотелось бы отметить, что в этой встрече Тамбов не смог реализовать свой главный козырь, силовую игру, свою основную тактику, потому что, сами посудите, 63% верховых единоборств были выиграны спартаковцами, и поэтому нападающие Крапетян и Анукха выиграли меньше 50% единоборств, то есть их в основном переигрывали на втором этаже. Учитывая то, что в обороне красно-белых собраны крепкие ребята вроде Жиго, вроде того же самого Джики, здесь неудивительно, что спартаковцы смогли отзащищаться. Ну а в свою очередь красно-белые неплохо комбинировали. Хотелось бы отметить Зелимхана Бакаева, который отметился не только голевой передачей, но и пятью ключевыми ассистами, и в принципе посмотрите, как много игроков Спартака успели отметиться обостаивающими передачами. Ну и что мне было очень интересно, так это смотреть на функцию Кралла, который в этой встрече исполнял роль такого блуждающего опорника. То есть да, при защите он выстраивался в линию с Умяровым и держался здесь достаточно строго. Зато, когда речь заходила об атаке, здесь Кралл постоянно оказывался то на фланге, то еще где-то, и создавал численное преимущество на отдельно взятой позиции. И в результате тот же самый первый, например, забитый мяч был оформлен после флангового прорыва Кралла. Ну а после этого Чех через несколько минут наносил опасный удар. То есть здесь за счет включения Кралла Спартак мог вскрывать вот эту плотную оборону Тамбова. Ведь соперник мало того, что действовал в автобусной тактике, так у них еще и, скажем так, схема игры была идеальна для обороны против Спартака. Зеркальная схема точно такая же, как у красно-белых 3-5-2. За счет этого можно было, так скажем, отражать полностью все позиции Спартака. И в результате получается, что все противостояние, оно сводится к таким индивидуальным дуэлям. Крайний защитник против крайнего защитника, опорник против опорника и так далее. Но за счет включения Кралла, который как раз-таки смещался на другие позиции, Спартак и добивался перевеса в отдельно взятой зоне. За счет чего и создавал моменты. Ведь Кралл, в принципе, был очень активен. Там были другие хорошие шансы после его смещения, после его включения. В общем, здесь Кралл выполнял роль, которой ранее очень часто отводилось Жиго, который включался в позиционную атаку и добавлял на какой-то отдельной взятой позиции нужного актива, нужных футболистов, чтобы создать численный перевес. Но и в результате красно-белые смогли забить второй гол уже в контратаке, потому что Тамбов, понятное дело, уже потихонечку шел вперед, открывался. И здесь Спартак уже мог ловить соперника на контр-выпадах. Если посмотреть концовку игры, то обратите внимание, как сильно увеличился процент владения у Тамбова по сравнению с 33 процентами, которые были изначально. Поэтому здесь, в общем и целом, было понятно, что Тамбов может сейчас подставиться под контр-атаки и получить очень много. Но был момент, был эпизод, когда Тамбов мог все перевернуть. Во-первых, они тогда забили гол, великолепная, кстати, комбинация, и это как раз тот редкий случай, когда центр полузащиты Спартака откровенно зевнул момент и допустил вот эту красивую яркую атаку. И после этого при счете уже 2-1 в пользу Спартака были шансы у соперников красно-белых на то, чтобы сравнивать счет. Где-то Максименко выручал, где-то он, кстати, чуть было не привез неудачно, отбив мяч через собой. То есть это был такой критичный эпизод, когда все могло развернуться просто на 180 градусов. Но исполнительское мастерство Спартака выше. Поэтому, если вы посмотрите статистику, скажем так, после первого забитого мяча, то здесь 20 против 10 соотношение ударов в пользу Спартака. И в этот же период, получается, Спартак забил 4 мяча, а соперник 1. То есть, получается, эффективность ударов Спартака, ну, где-то в 2 раза выше. Это действительно класс исполнителей, как ни крути. Тот же самый гол Понса завершающий. Это настоящее мастерство форварда и так далее. Ну и, кстати, хотелось бы отметить, что тамбовские футболисты, они словно решили помочь Спартаку в какой-то мере обыграть их. Тут, конечно, не стоит строить конспирологических теорий, но забавно, что вот второй гол, там, Чичерин срезал мяч в собственные ворота, и в результате вместо автогола там получился забитый мяч, потому что в этой ситуации на добивании сыграли спартаковцы. Четвертый гол, там, голевую передачу, фактически, тамбов на свои ворота отдал со стандарта. В общем и целом, здесь тамбовчане показали слабую реализацию впереди, потому что моменты у них были, они их просто не использовали, и при этом, конечно, бардачили по полной программе в обороне. Как бы банально это ни звучало, здесь исход матча во многом решил индивидуальный класс исполнителей. Поэтому я не могу сказать, что 5-1 это прям было уничтожение соперника. Да, счет получился 5-1, но, повторяю, в какой-то момент тамбов мог сравнять счет. И хотелось бы отметить, что команда Первушина в этой встрече, в принципе, не стеснялась атаковать. Как я уже сказал, в какой-то момент игра пошла баш на баш. Если сначала, конечно, тамбов в основном действовал в автобусной тактике, то ближе к концу матча тут уже пошел открытый футбол, поэтому и «Спартак» мог чувствовать себя достаточно вольготно и на относительно свободных зонах соперника создавать момент за моментом, который они эффективнее использовали. Станислав Соломыч, ну вот сегодня хочу оттолкнуться не от матчей, а от вашего резонансного интервью, которое вы дали коллегам несколько дней назад, зачем вы туда шли?